Как по взмаху волшебной палочки, при виде проверяющих и телекамер на лицах продавцов появляются маски, а на руках перчатки. За нарушение противоэпидемиологических мер штраф для юридических лиц доходит до 300 тысяч рублей. Возможно и приостановка деятельности на 90 дней. Как в случае с этим заведением. Его сотрудники пренебрегают требованиями Роспотребнадзора уже в третий раз. Как итог, точку закрыли до тех пор, пока нарушения не будут устранены, а также составили административный протокол, который передадут в суд. По требованиям, тем более для общепитов, наличие перчаток для общепития обязательно. Перчатки у нас есть. Где у нас перчатки? На данный момент нет. А в этом кафе все санитарно-эпидемиологические требования соблюдают. На входе висит табличка, напоминающая о правилах. В зале все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты. Гости также передвигаются по залу в масках, соблюдают социальную дистанцию. Когда заходят гости, официант или администратор, кто встречает гостей, обязательный инструктаж проводит о том, что перемещение маски по залу просит воспользоваться дезинфектором и, конечно же, измеряет температуру. В основном гости все понимают, тем более сам торговый центр тоже предупреждает, вся охрана, что перемещение строго в масках. Поэтому гости относятся к этому лояльно. Посетители кинотеатра в зале рассаживают с соблюдением дистанции. Хотя пока не установили специальную программу, которая блокирует продажу соседних кресел. Меня пока не устраивает, потому что на данный момент есть человеческий факт. А вдруг он продаст пятое место без программы? Вы просто передаете, что программы? Несли изменения по блокировке тех мест, которые не продаются. Масочный режим нарушили продавцы двух так называемых торговых островков. Руководство торгового центра приняло решение приостановить на сегодня их деятельность. Проверяющие составили административный протокол. Более сознательными оказались посетители. Ситуация достаточно позитивная в торговом центре. Не могу сказать, что здесь имеет место быть массовое нарушение. Где-то процентов 99. Посетители у нас так или иначе соблюдают масочный режим. На наши замечания надеть маски достаточно позитивно реагируют. Стараются соблюдать масочный режим. Что касательно торговых точек, хотелось бы отметить следующее. Что в принципе крупные торговые точки и крупные рестораны на фудкорте достаточно серьезно относятся к вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. По итогам рейда зафиксировали нарушения в трех из 150 торговых точках. В Самарской области еженедельно проводится около 7 тысяч проверок. За неделю оформляют до 200 административных протоколов. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.